здравствуйте друзья мы сегодня поговорим про зону комфорта это будет короткий разговор потому что разговор на полчаса у нас на канале есть и это одно из самых популярных видео которые у нас есть на канале там где-то за 300 тысяч просмотров я хочу сегодня один нюанс вот добавить к этому ко всему очень часто вообще постоянно люди говорят о выходе из зоны комфорта вот надо себя заставить выйти из зоны комфорта говорят вот люди которые легко выходят из зоны комфорта это успешные люди это вот менеджеры это предприниматели они как бы если они не будут легко выходить из зоны комфорта они не смогут руководить они не смогут там иметь дело с текущими неприятностями до вы тогда это известный разговор я не хочу сильно туда углубляться я только хочу сказать что у меня предложение значит предложение состоит в том чтобы уйти от фразы выйти из зоны комфорта и заменить ее фразой включить вот это вот что там о чем речь идет в зону комфорта для чего вы вышли из зоны комфорта или должны выйти зоны комфорт что вот это сделать вот это надо включить зону комфорта не надо выскакивать делать там чего-то и обратно возвращаться в зону комфорта оставив вот это все там после какого-то разового действия давайте мы включим это в зону комфорта собственно если мы задумаемся о том что происходит зоной комфорта по мере того как мы взрослеем там получаем образование при получаем опыт производственной жизни семейные социальные так далее наша зона комфорта все время расширяется расширяется и расширяется ну я надеюсь что обратный процесс тоже может быть я как бы в позитивном ключе расчиряется нам мы включаем все больше и больше вещей в свою зону комфорта вот собственно все это и есть опыт это и есть развитие это тоже самый сказать я расту я размеваюсь я совершенствуюсь что это значит это значит что вы включаете больше и больше и больше вещей действие всевозможных ситуации в свою зону комфорта вот и все почему почему как бы имеет смысл вместо выхода из зоны комфорта переключиться на расширении зоны комфорта на включение чего-то в зона комфорта дело в том что выход из зоны комфорта как бы предполагает Что вы должны совершить какое-то действие против себя, вот вы должны что-то сделать, что вам не хочется, вы, может быть, даже и не должны, но вот как-то вот так получается, что необходимо, и вот вы должны себя переломать, переступить и так далее. В расширении зоны комфорта этого нет, во включении новых каких-то действий в зону комфорта этого нет, это естественный натуральный процесс, там ничего такого, не надо себя переламывать, чтобы что-то делать. Не надо наступить на горло собственной песне, допустим, если вы пошли в университет и его закончили, да, это не то, что какая-то борьба там со злыми силами, какими-то силами ада, которые на вас набросились и не дают вам получить эту корочку университетскую и так далее. Поэтому, значит, тут нет негатива. Второй момент состоит в том, что, когда вы говорите, ну хорошо, а как включить что-то в зону комфорта, вместо того, чтобы говорить, ой, боже, опять, ну что ж такое, да что же это, чем же я провинился, господи, и так далее, вместо этого вы говорите, минуточку, давайте сделаем план, давайте разработаем последовательность действий, в результате которых вот то или иное, значит, нечто окажется внутри нашей зоны комфорта. Это должно быть какое-то систематизированное действие. Возможно, это действие должно быть повторено, может быть, неоднократно повторено, да? Вот, некоторыми повторными действиями, осмысленными и целенаправленными, мы отрабатываем что-то, какой-то навык, или там, не знаю, что это такое, и оно потихонечку, так сказать, становится для нас естественным, комфортным. Вот мы его и в зону комфорта поместили. То есть, вместо причитаний и внутренних попыток отвалить, смыться, как-то избежать этого всего, понимаете? Или там сказать, эх, там, крест на себя взвалил, там, и на Голгофу, понимаете? Вместо этого всего мы просто нормально функционируем, живем, все у нас хорошо, а будет еще лучше. Вот такой какой-то набросок моих соображений по этому поводу. Счастливо!